Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Можно ли заставить мужчину уважать себя, если у нас случился интим на первом свидании? Он может подумать, что вы легко доступны. Ну, во-первых, здесь несколько вопросов возникает. Есть ли у вас какие-то реальные доказательства того, что человек вас не уважает? То есть, проявлял ли он какое-то неуважение к вам? Это первое. Это первая очень важная история. То есть, есть ли у вас подтверждение того, что человек вас не уважает? Потому что, если есть, это одно, и отталкиваться, как мне, кажется, нужно уже от этого. Второе. Если человек может подумать, может, это, опять же, предположение. Понимаете, вам об этом, если вас это волнует, вам об этом как-то, наверное, надо было бы заранее подумать. А если вы об этом не подумали, значит, вам хотелось вступить в интимную связь. А это уже вопрос не про его уважение и не про то, что он может подумать, а про ваши желания и то, как вы относитесь к этим самым своим потребностям. Уважаете ли вы их, готовы ли вы отвечать за них, нести ответственность за них. Ну, в смысле, вот, за свои желания, за свои потребности. Вот, то есть, тут момент, он вот, ну, такой, скорее, нежели чем про то, что человек подумает. Следующий момент, если у вас всё-таки доказательства того, что человек вас не уважает, есть, да, если у вас всё-таки подтверждение того, что человек вас не уважает, есть? То, в первую очередь, это свидетельствует о том, что мужчина, ну, вот, просто мужчина сам по себе, мягко говоря, и к вам, и к сексу, относятся не лучшим образом. То есть, он относится к этому, ну, несколько, я бы сказал, наверное, как-то, знаете, обесценивающий, что ли. И, и вряд ли, вряд ли с этим можно прямо-таки вот что-то, что-то сделать. Потому что у человека такое отношение, у человека такое восприятие, у человека такая картина мира, да? И он её, эту картину мира, скорее всего, менять не собирается, потому что ему это, ну, как бы, не нужно. Ну, вот, скорее всего. Да? Да? И, соответственно, что такое в этом случае тогда? Ну, желание, например, ну, например, ваше желание заставить его вас уважать. В данном случае это, ну, такое желание его переубедить, желание его поменять. На мой взгляд, это действие, в общем-то, очень похоже на зависимость. Когда вы, грубо говоря, зависимы от, ну, от человека становитесь. И здесь хочется обратить внимание на следующее. Здесь хочется обратить внимание на то, что вы, соглашаясь на, ну, как бы, определенную модель поведения, вы, соглашаясь на, скажем так, определенные действия, как будто бы не готовы за это отвечать. Потому что, ну, вступили бы в интимную связь с мужчиной. Ну, вступили и вступили, да, как бы. То есть, ну, ну, ну вот, вступили. Захотелось бы вам это сделать, сделали, как бы, все. В чем здесь, что называется, проблема. Да, могут о вас, вот, ну, подумать как-то. Могут. Это правда. Вот это неприятно, да, но правда. Могут. Но это нормально, как мне кажется. И вы, когда, когда внутренне соглашались на, грубо говоря, ну, на данный поступок, когда вы соглашались, да, вы же, наверное, просматривали, ну, последствия этого. Понимаете? И это тоже нужно увидеть, это тоже нужно увидеть, это тоже нужно заметить. Следующее. Следующее, на что хочу обратить ваше внимание. Собственно говоря, лучший способ, как мне кажется, добиться того, что вас уважали, это быть собой. То есть не занимать какую-то, ну, какую-то конкретную позицию, да, не стараться действовать каким-то конкретным образом, а больше именно быть собой. Чтобы если, если у мужчины есть, ну, возможность, ресурс к тому, чтобы вас уважать, чтобы вас уважали за то, какая вы. Чтобы вас уважали за то, что вы являетесь, ну, собой. Вот. А не за то, чтобы вы были вот, ну, кем-то, чтобы вы были какой-то, чтобы вы старались быть кем-то, чтобы вы там строили из себя кого-то, да. Вот. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть ваше желание того, чтобы вас уважали, оно понятно. Ваше желание, чтобы вас уважали, оно, ну, естественно. Вот. Вопрос в том, как к этому можно прийти. Вопрос в том, каким образом к этому можно прийти. И, на мой взгляд, к этому можно прийти самым таким вот, ну, простым способом. Это будучи, будучи самым собой. Не строя из себя кого-то. Не пытаясь быть кем-то, кем вы не являетесь. Но наоборот, но наоборот, будучи самым собой и демонстрируя то, что вам важно. То есть, например, если вы там, грубо говоря, с мужчиной переспали, то так ему и сказать, что, как бы, это ничего не значит. Что я там, не знаю, не буду бегать за тобой, ну, вот, если вот так получилось, да, что мы переспали, то я не буду за тобой бегать. Я не буду, там, ну, условно говоря, там, чего-то от тебя хотеть. Я не буду, там, не знаю, на что-то надеяться, к примеру, да, то есть, вот, и так далее. Или наоборот, если вы чувствуете что-то другое, то так же сказать об этом человеку. Так же продемонстрировать человеку это. Чтоб он знал, как обстоят дела. Чтоб он чувствовал, как обстоят дела. Вот. Любой отход, любой, любой отход от такой позиции, любой отход от такой модели поведения, на мой взгляд, может привести только к тому, что вы будете впадать, ну, в ещё большую зависимость от человека. Вот. И, ну, как бы, будет получаться, что стремитесь вы по факту к одному, а получаете вы, опять же, по факту совсем другое. И вот, дабы этого не было, дабы такое с вами не происходило, необходимо обратить внимание на те вещи, о которых я рассказал. И тогда я более чем уверен, что у вас всё будет хорошо. Вне зависимости от того, вступаете ли вы в отношения, там, интимные, на первом свидании. Вне зависимости от того, ну, как бы, чего вы ждёте от, ну, от, ну, от человека, скажем так. Да? То есть, вне зависимости от всех этих вещей, у вас, вот, в этом смысле, будет, будет, будет возможность, вот как раз, себя проявить. У вас будет возможность, ну, выразить то, что вам важно в этом смысле. Вот как-то так. На этом всё, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Я надеюсь, что вы дадите обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Спасибо. Спасибо.